Четвертый фестиваль джаза открыт. В этом году акваджаз собрал в Сочи выдающихся музыкантов из России и США. Перед открытием участники фестиваля собрались у центрального входа Ривьеры, где исполнили джазовые хиты. Поддержать музыкантов пришел и глава Сочи Анатолий Пахомов. Ну как город? Вообще просто, он раньше был моим любимым городом, теперь еще в тройне. Вчера еще в хоккей поиграл, проверил стадионы великолепные. Идет работа. Понятно, что идет работа, мы же хотим многого, а без работы, без каких-то проблем не нужно. Но это будет, мы уже ясно, что... В ноябре все, мы в сентябре будем стараться, чтобы уйти из центра города хотя бы с этими разрытиями. Перед открытием все желающие могли поучаствовать в параде джазменов. Музыканты с гостями фестиваля прошли от главного входа парка до Зеленого театра. В Зеленом театре и прошло открытие акваджаз. Клава Сочи зачитал приветственное письмо к участникам и гостям фестиваля от президента России Владимира Путина. После этого начался концерт, на котором собралось много любителей джаза. Среди них и те, кто уже не первый год встречает акваджаз в Сочи. Количество людей намного значительно увеличилось, причем увеличилось именно, я смотрю, очень много знакомых лиц. Намного меньше стало случайных прохожих, а именно те любители джаза, которые пришли сюда за джазом. Бесплатный концерт в Зеленом театре не единственный. Сегодня музыканты выступили еще на площади искусств. А 3 августа послушать именитых джазменов можно будет на открытой площадке перед органным залом. Вход для всех свободный. Также концерты пройдут в Зимнем театре и в концертном зале фестивальны. Акваджаз завершится 4 августа. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.